Алексей Ковальевич, я с вами на связи, журналист-международник, член правления Украинской Ассоциации Китай-Ведов. Алексей, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. В апреле 2022 года, спустя чуть больше, чем месяц после начала агрессии Российской Федерации против Украины, издание Foreign Policy писало о том, какие уроки должен извлечь Китай от агрессии России против Украины. И в том числе тогда авторы задавались вопросом, готов ли Китай, собственно, отдалиться от Российской Федерации и готов ли искать действенные рычаги, чтобы избежать участи Москвы, давления на Москву и готовы ли, возможно, к сближению с Западом. Спустя полгода, мы, наверное, так сделаем сначала такой короткий срез в начале нашего интервью. 24 августа было полгода после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации. Извлек ли Китай те уроки, необходимые для поддержания стабильного мира во всем мире? Ну, частично да, он извлек. Можно сказать, например, что за эти месяцы Китай понял, что сближаться с Россией, сильно сближаться с Россией, чревато для него большими потерями, потому что Америка сразу предупредила, что Китай не сбежит санкций, если он попытается помочь России обходить западные санкции. Кроме того, мы знаем, что Си Цзиньпин, лидер Китая, как раз в эти месяцы, в апреле, тоже выдвинул инициативы о всеобщем, как бы, о всеобщей системе глобальной безопасности, а также о системе экономического, как бы, о принципах экономического развития, где он сказал такую идею, высказал такую идею, что войны бы не было, воин бы вообще, как бы он говорил о конфликте Украины и России, а он сказал, что войну можно избежать, если все страны будут стараться, как бы, развиваться. То есть мы видим, что, по мнению китайского руководителя, причиной войны как раз стало то, что Россия, она не стала за 20 лет Путина при власти, не стала на путь развития, она просто стала на путь агрессивного такой политики, в то время как Китай как раз, его политика вся была направлена на развитие, и как раз война, она, хотя происходит далеко от границ Китая, она тоже влияет на развитие самого Китая, потому что Китай способен развиваться только в условиях спокойного мира, да, когда налажены связи, когда нету, как мы знаем, каких-нибудь проблем с доставкой товаров из Китая и в него, да, то есть, грубо говоря, эта война наносит удары по развитию Китая, потому что он оказался в таком, скажем, не очень благоприятной, скажем, внешней обстановке для Китая, да, теперь развитие, и поэтому для Китая нет другого выхода, как, в общем-то, использовать то, что он может использовать, да, вы сказали, он может покупать подешевевшие российские энергоносители, и они действительно это делают, но это как, да, тактический, скажем, это тактический ход, потому что сейчас такая ситуация, потом она может измениться, потом, может быть, санкции... Алексей, добавлю, вот по поводу измениться ситуации, извините, прерву вас, Блумберг сообщала, если не изменяет память, вчера буквально, о том, что Россия собирается предложить азиатским странам, какими именно, они говорили, по долгосрочным контрактам 30% скидки на нефть, это уже, знаете, это уже говорит не о короткосрочных каких-либо там перспективах, условных полугода, да, а долгосрочные контракты, они там заключаются от 5 до 10 и больше лет, собственно, это же разве это не показатель того, что, ну, как раз того, что Россия хочет вот этих долгосрочных экономических серьезных отношений, опять-таки азиатские страны довольно размытое понятие, но когда мы говорим Азия, мы предполагаем в том числе и Китайскую Народную Республику. Ну, крупнейшими покупателями являются не только Китай, но и Индия, например, и Российская, и действительно, они заинтересованы на данном тайне, но мы еще раз, мы не знаем, например, сможет ли Россия выполнить такие объемы, которые нужны, во-первых, Китаю, потому что Китай постоянно растет, и его потребление энергоносителей постоянно тоже растет, и поэтому надо создавать определенную инфраструктуру, надо увеличивать добычу именно в восточной части России, потому что, как мы знаем, в основном, в общем-то, Россия тянула свои энергоносители в Европу, которая была главным покупателем до недавнего времени еще, а теперь Европа отказывается, и действительно, тут создается для России такой, как бы, и возможность, но и проблемы, потому что она должна существенно нарастить или, как бы, обеспечить переброску вот этих ресурсов в Азию, а Китай, я думаю, и Индия, где по полтора миллиарда, скажем, населения в каждой стране, то они действительно могут потребить, как бы, все, что им предоставляет Россия в этом плане, но, опять же, тут вопрос, сможет ли Россия выполнить вот эти все, обеспечить поставки на такой длительный срок, полностью переориентировав себя на Азию, и действительно Россия будет больше зависима от Азии теперь, в плане экономическом, но, как вы уже точно-точно сказали, даже вот такая ситуация, она все равно для Китая, например, она не создаст такие условия, что Россия будет каким-то его главным торговым партнером, потому что сейчас товарооборот России в десятки раз меньше, чем товарооборот Китая с западными странами, поэтому даже ради дешевой нефти Китай абсолютно не намерен отказываться от сотрудничества с западными странами. Так вот, есть аргументы и для того, чтобы не сближаться с Россией, я имею в виду для Китая, а вот что по поводу того, что сказал президент Украины Владимир Зеленский, он считает, что у Китая есть экономические рычаги давления на Владимира Путина с целью прекращения конфликта, это он сказал в эксклюзивном интервью The South China Morning Post, и он призвал азиатскую сверхдержаву использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию. Так вот, чтобы не сближаться, здесь все понятно, есть весомые аргументы, а что нужно для того, чтобы Китай еще захотел, более того, воздействовать на Россию с целью прекращения военных действий? Ну, смотрите, Китай четко заявил, кстати, в той же South China Morning Post, на следующий день вышла редакционная статья, где как бы объясняется политика Китая, а Китай в этой редакционной статье загадает, что Китай не будет действовать такими методами, как давление на какую-то страну, потому что они считают, что Россия проводит самостоятельную политику, и Китай не вправе влиять на эту политику Кремля. То, что мы хотели бы, чтобы позиция Китая была более на нашей стороне, это действительно так, и это, в общем-то, не только Украина бы этого хотела, этого, в общем-то, и Америка говорит постоянно об этом, что Китай действительно имеет определенные такие рычаги влияния на российское руководство. Китай призывает Путина к переговорам, но, как мы понимаем сейчас, в данных условиях переговоры абсолютно невозможны. И позиция, даже вот если мы берем вчерашнее заседание Совета безопасности ООН, когда даже по вопросу о выступлении Зеленского на совбезе ООН, в общем-то, Китай воздержался, а Россия проголосовала против, то это тоже показывает, что Китай как бы пытается проводить какую-то все равно свою отдельную политику. Он не пытается не поддерживать Россию, но пытается как бы находиться... Вот говорит, это наша позиция, чтобы все видели, что Китай занимает какую-то особую позицию. И вот в этом плане его особая позиция призывать к переговорам, но в то же время, например, выступать против санкций, против России он не выступает против санкций, против России. Он не намерен, скажем так, присоединяться к блоку всех наших союзников, но в то же время он там дает небольшую гуманитарную помощь Украине и говорит, что вот это то, что мы можем сделать для нашей страны. И вообще, как бы, политика Китая говорит так, что отношения с Россией не влияют на наши отношения с Украиной, точно так же, как Украина не может никак влиять на наши отношения с Россией. То есть вот такая политика. И мы с этим, на самом деле, очень сложно что-то сделать с таким подходом, потому что действительно Китай выступает за свою самостоятельную, за право проводить свою самостоятельную политику. И вот, кстати, с того же интервью Владимира Зеленского на вопрос, будет ли он приветствовать помощь Китая в восстановлении его разрушенной войной страны, Зеленский сказал, что надеется все-таки, что Китай и китайский бизнес, как и весь мир, будут способствовать этому процессу. Далее цитата. «Мне бы очень хотелось, чтобы весь мир объединился над этим процессом. Нам очень трудно это преодолеть», — сказал Владимир Зеленский, добавив, что российские ракетные удары уничтожили инфраструктуру во многих городах. Так вот, а что касается четкой позиции, если не против России, то за Украину? Действительно, смотрите, тут с этой позиции надо работать. Понимаете, то есть действительно Китай имеет все ресурсы для того, чтобы после войны присоединиться к другим странам, которые бы восстанавливали экономику Украины. И у него есть и ресурсы денежные, и технологии, и рабочая сила, скажем так, если ее нам не будет хватать, то это все возможно, но с этим очень четко надо определить позицию украинского руководства в этом вопросе. Чтобы Китай был за Украину, как вы говорите, или более логиальный к Украине, мы должны тоже показать, что мы поддерживаем тогда китайские определенные позиции, например, в мире, то есть его взгляды на развитие, на устройство мира, на изменение международной системы отношений, потому что Китай как раз выступает, например, такими вот, ну, она малоизвестна, скажем так, в Украине, но у него есть такая теория сообщества, единой судьбы человечества, когда Китай говорит, что все страны связаны между собой, что если вы делаете плохо одной стране, то будет и многим другим странам. Вот эта теория, она достаточно объемная, ее надо изучить, и, в общем-то, если Украина, как уже делают некоторые страны, в общем-то, солидализируется с этой системой, то есть она покажет, что эти принципы и мы тоже принимаем, то есть именно исходя из своей политики, то Китай будет более лояльный в этом плане к Украине, он не будет нас рассматривать как марионетку Запада в этой войне, которую просто используют другие силы. То есть мы должны показать свою самостоятельную позицию, свое собственное видение своего будущего для Китая, и какое место Китай может занять в этом будущем, так сказать. Вот цель, скажем, задачи для украинского руководства. Алексей, разве Китай не рассматривает Украину как союзника непосредственного стран Запада, исходя из этого формирует свою политику отношения и к Украине, ну и вообще к пониманию ситуации. Просто пытаемся сложить вот два плюс два. Идет полномасштабная агрессия России против Украины. Вот в уже упомянутом мной статье от Foreign Policy от 7 апреля 2022 года говорилось о том, что Пекин может поменять отношение к России, если Россия будет применять биологическое и химическое оружие, либо будут массовые жертвы от агрессии Российской Федерации против Украины. Жертвы есть, массовые в том числе. Еще не знают окончательно, украинские власти в том числе, сколько людей, жителей Мариуполя погибло от российской агрессии. Ежедневно Российская Федерация наносит ракетные удары, которые забирают десятки жизней украинцев, скажем так. Вот такая тенденция сохраняется. И ваши коллеги говорят о том, что, скажем так, Китай не будет менять свое отношение к Москве, в том числе из-за близких отношений Соединенных Штатов Америки и Украины. И тут мы можем вспоминать и прилет Нэнси Полуоси, и тут мы можем вспоминать и довольно напряженные отношения между Джозефом Байденом и Си Цзиньпинем, которые вскоре, скажем так, пройдет встреча, если не ошибаюсь, между ними, которая вряд ли перенесет, снизит напряжение между двумя государствами, так же ваши коллеги говорят. Вот как вы думаете, насколько высока реалистичность именно такого взгляда Пекина на Киев как непосредственного союзника Запада и западных стран коллективного, исходя из этого, политика и по отношению России строится от Китая именно так? Ну вот вы показали два, да, скажем так. Или Украина союзник Запада, и в таком случае Китай не будет. Понимаете, тут мы уже с 13-го года примерно вообще не ведем с Китаем никакого диалога. Вот в чем проблема. Мы не объясняем Китаю нашу позицию. Китай видит нас через глаза других стран. У нас нет, у нас с 13-го года после Януковича, когда не было вообще ни одной встречи фактически, визита, я имею в виду, между лидерами двух стран. И поэтому диалог практически политически отсутствует между нашими странами. Поэтому нам тяжело объяснять Китаю, какая наша позиция. Поэтому, естественно, Китай в этой ситуации смотрит на нас через призму, что мы уже присоединились к лагерю, хотя западному. Хотя, с другой стороны, например, Китай никогда не говорил о том, что должна делать Украина. Должна ли она быть с Россией, должна ли она быть с Западом. Они всегда говорили, это выбор украинского народа. И мы на этот выбор никак не влияем. То есть это позиция Китая была такая. Но в то же время сейчас, да, сейчас многие, если мы почитаем китайские СМИ, они нас рассматривают как часть Запада. А если мы часть Запада, то значит, фактически на нашу внутреннюю, как бы, порядок, позицию, на наши внутренние идеи, можно слушать Запад, можно слушать позицию Европы. Если мы действительно будем давать основания для Китая думать так, то это, конечно, ухудшит наши отношения. Потому что тогда наши отношения, как раньше Пекин строил отношения с Украиной через Москву, то теперь он будет строить отношения с Украиной через Брюссель, через Вашингтон. Они будут считать, что у Украины нет какой-то своей особой позиции. И зачем ее тогда учитывать, если мы часть чего-то большего, да, там, чего-то было. А надо, на самом деле, вот посмотрите на Польшу, она часть Европейского Союза, но у нее своя абсолютно понятная для китайцев политика в отношении Китая. И как мы помним, что Дуда, например, был единственным президентом западным, ну, одним из небольших, которые поехали на Олимпиаду, на открытие Олимпиады, хотя весь Евросоюз проинтересовался. То есть вот показатель о том, что, будучи даже в западном лагере, можно иметь свою абсолютно особую политику в отношении с Китаем. Вот о чем речь идет. И тогда действительно многое для Китая станет, отношение Китая изменится к Украине, если действительно Украина будет проводить такую самостоятельную... А если говорить о жертвах, то действительно, если мы говорим о Китае и отношении к войне, то они больше внимания обращают как раз на жертвы. Они видят, что страдает украинский народ, и они считают, что вот это... Ну, и обвиняют, в общем-то, Запад в этом больше, что вот война идет до последнего украинца. Да, они говорят, что вот это Запад пытается уничтожить Украину в этой вот войне своей с Россией. Хотя мы им говорим, что нет, мы воюем до последнего русского на территории Украины, а не до последнего Украины. Алексей, вы знаете, мне кажется, Владимир Путин, начиная агрессию против Украины, которую все еще некоторые западные эксперты называют региональной войной, Путин своим убогим умом не до конца понял, какие процессы в мире он начинает. С первыми ракетами, которые полетели со стороны Республики Беларусь по Киеву и другим крупным городам, начались такие неотвратимые процессы, огромные, масштабнейшие просто. Анализ международной ситуации за последние 10 лет показывает, что возникла новая очень такая неоднозначная тенденция, появился новый феномен неоимперии. Это такие крупные государства, обладающие достаточно большим военно-политическим, экономическим потенциалом, стремящиеся к прямой косвенно территориальной экспансии, то есть расширении условного геополитического влияния. Среди таковых Российская Федерация, но также эксперты, ваши коллеги говорят и называют ряд других государств, это Китай, Турция и Иран. Турция претендует на лидерство в тюркском мире, Иран на влияние в странах, где проживают мусульмане и шииты, Россия по советскому пространству, тут собственно понятно. Но тут более сложная и гибкая конструкция международного влияния у Китая. Это глобальное как раз влияние. И парадокс нынешней ситуации заключается в том, что для таких стран, как Китай или Турция, между их великодержавными амбициями также, скажем так. Китай – это одна из самых стремительно развивающихся экономик мира. Эксперты говорят о том, что вскоре станет первой экономикой мира. И какой путь выберет Китай в дальнейшем, этот вопрос все еще открыт. Это аналогично и для Китая, и для Турции, для Реджепа Эрдогана, лидера нынешнего Турции, и для Си Цзиньпиня, лидера нынешней Китайской Народной Республики. Быть экстрасенсами и просчитать, по какому пути пойдет Си, это, конечно, тяжело. В свете последних событий на Тайване, в свете уже приближающейся встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпиня. Но исходя из нынешних позиций, какой вы, по крайней мере, здесь и сейчас видите путь? Это не имперские амбиции, либо же экономические амбиции берут вверх над будущим Китая? Ну, смотрите, я как раз недавно в Китае отмечали одну годовщину дня рождения такого лидера Дэн Си Цзиньпина. И вот Дэн Си Цзиньпин сказал еще, когда Китай приняли в ООН в 70-х годах, что Китай никогда не будет глобальным гегемоном, даже если он станет крупнейшей страной. И если он перекрасится, если он станет агрессивной страной, то наоборот, весь мир, все страны мира должны навалиться на Китай и уничтожить его, если он станет гегемоном и агрессором. То есть вот есть такой его политический заповедь. И я думаю, что Китай никогда не станет именно агрессором в том смысле, как Россия. Хотя, например, как раз агрессивность России для некоторых сил, для некоторых персонажей в Китае, она как раз стала примером о том, что вот мы знаем, там появились дипломаты-волки, ястребы, которые начали говорить, что Китай должен более жестко отстаивать свою позицию. Но все равно Китай никогда не говорил о какой-то экспансии своей, имеется в виду экспансии на чужие территории, да, на чужие территории даже... Можно не считать Тайвань. Тайвань считается его территорией, и мы признаем, и Украина официально признает Тайвань частью Китая. Поэтому он никуда не расширяется. Тайвань, он объединяет свою нацию, как бы, с Тайванем, противопозиция Китая о том, что это отколовшаяся часть нашей нации, да, и поэтому мы хотим просто объединить всю нацию, включая и Тайвань. Вот его позиция какова, да. То есть никуда за пределы территорий он не стремится, хотя мы знаем, что и часть Приморья Российского принадлежала Китайской империи, и вся Монголия принадлежала Китайской империи, и многие другие территории вокруг Китая тоже входили раньше в Китай. Но он никогда не ставит вопрос о том, что он хочет вернуть эти территории, будучи новой империей. Наоборот, если говорить о здесь и сейчас, то, по-моему, даже Китай закрывает это. Он закрывается вот на фоне вот этого внешнего нестабильного окружения, этих нестабильных факторов для развития его же. То есть для Китая ценнее внутреннее развитие, для Китая ценнее благосостояние его народа. А это благосостояние они могут обеспечить, как я сказал, только в спокойной среде. Поэтому, скорее всего, для меня, я вижу, что Китай пытается, наоборот, изолироваться от этого всего негатива внешнего и продолжать развитие более изолированной страной. Вот это опасность. Благодарим вас, Алексей, за ваши комментарии. Благодарим за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомним зрителям, что с нами на связи только что был Алексей Коваль, журналист-международник, член правления Украинской ассоциации киты и ведов.